Коллеги, рядом со мной Александр Заржецкий, спикер нашей деловой сессии компании 1С RARUS. Здравствуйте! Добрый день! Была сессия очень интересная, хочется немножко о вашем опыте на ней, какие были темы подняты. Мне понравилась сессия, мне кажется, что вопросы, которые там обсуждались, они были очень актуальны. Мне кажется, что сейчас время больших перемен, и всем участникам было интересно послушать, пообщаться и как-то сориентироваться вот в этом бурном, турбулентном развитии нашего ритейла. Наши участники сессии выказали какие-то пожелания, может быть, какие-то боли в плане того, что чего-то им не хватало пока еще от IT-решений. Но компания, например, ваша может это и дать. Или, в принципе, вы закрыли абсолютно все сферы уже, и у нас везде все хорошо? Ну, наверное, все сферы закрыть невозможно. Наверное, всегда есть то, к чему надо стремиться. Сказать так, что я прямо услышал какие-то потребности, о которых мы прямо совсем не думали, наверное, это неправильно. Скорее всего, это было видно на сессии, поставщики решений, в том числе компания 1С RARUS, компания 1С, и потребители этих решений, то есть российский ритейл, в принципе, думают в одном направлении. В направлении развития программных продуктов на сегодняшний день во многом стало актуальным вопросы, ну, может быть, это можно назвать IT-безопасности. Вопросы, которые связаны с тем, что в случае каких-то резких изменений текущей ситуации сделать так, чтобы решения продолжали работать, с тем, чтобы розничная торговля не страдала от текущего момента, от текущих проблем. Ну, вот, в основном, как бы, в основном все обсуждали, как бы, вот эти темы. Ну, получается, я так понимаю, наша IT-составляющая готова к вызовам, наша IT-составляющая, если где-то что-то еще не доработала, то она как минимум видит эту точку и точно в ближайшее время все доработает. Я думаю, да, я думаю, что современная российская IT сейчас находится на достаточно высокой стадии зрелости и точно не хочет подводить наш ритейл, наш российский ритейл и сможет закрыть практически все его потребности в случае необходимости. Обращайтесь. Потрясающе, спасибо большое за интервью. Спасибо, всего хорошего. Спасибо.